Одним словом о ситуации с малым и средним бизнесом. Кризис в экономике страны, естественно, коснулся и малышей. Но не так сильно. Производители, да и те, кто занимается торговлей, испытывают трудности, но пока не критические. Ищут новых поставщиков, не привязанных к евро и доллару. Пытаются заниматься импортозамещением. Желаний есть, возможности нет. Как пример, предприятие «Пластик». Вот с «Пластиком» последний разговор, он говорит Алексей Александрович, такой у нас есть проект, вообще импортозамещение. А в чем проблема? А в том, что банки это не кредитуют сейчас в январе месяце. Сейчас в любой банк обратись, а банки не дают денег. Или если дают, знаете какой процент уже, да? Ключевая ставка 17, предлагают 26% и залог в 2-3 раза превышающий выдачную кредит. И если этому предприятию это не кредитуют, тогда о чем говорить вообще? По тому малому и среднему бизнесу нужна поддержка. Из городского и областного бюджетов помогают как могут, но возможности местных властей сильно ограничены. В этом году на поддержку малого и среднего бизнеса в городском бюджете заложены 12 миллионов рублей. Еще порядка трех городу даст область. Этого мало, потому ждут решений в федеральном центре. Мы смотрим на федеральное правительство наверх, надеемся на то, что все-таки когда-то появится, как помните, в 2008 году гранты по 200-300 тысяч выдавали, открытие собственного дела. Мы надеемся, что у нас министр экономики, я имею в виду Минпромторг, смогут уговорить, чтобы не просто банк ему дали, поддержку банка, а дали конкретно на поддержку малого и среднего бизнеса. Гранты, налоговые каникулы для малых и средних предприятий. Об этом активно говорят на самом высшем уровне. Но пока реальных законов нет. По крайней мере, в муниципалитет не пришел ни один документ, касающийся поблажек для бизнеса. Юрий Мишинин, Виктор Гошенев. Наше время.